Вы слушаете канал жаж.клаб, как девочка Маша Деда Мороза спасала. Маша надела любимую пижаму с розовыми пони и пошла спать. Ёлка в детской комнате радостно мигала огнями и звенела игрушками. Маша снова заглянула вниз, но подарка там так и не было. Мама, ну когда уже Дед Мороз принесет мою куклу? Я ведь была хорошей девочкой. Вон сколько ему рисунков нарисовала. Маша бросила взгляд на стопку листов на столе. Мама обняла Машу и с улыбкой произнесла, доченька, не переживай. Дедушка Мороз будет развозить подарки всю ночь. И до нас доберется. На стена вон своего мишку ждет, или зонька фломастеры. Маша посмотрела на уснувших сестер, скинула тапочки и залезла в кровать. Она допоздна просидела с родителями за праздничным столом и уже клевала носом в подушку. Утро вечера мудренее, папа заглянул в комнату, чтобы пожелать сладких снов. Родители выключили свет, и девочка быстро уснула, цок, цок, цок. Маша открыла глаза. В квартире было темно и тихо. Маша посмотрела на сестер. Настя и Лиза еще спали. Девочка снова с надеждой кинула взгляд под елку. Но в темноте подарка не было видно. Я обиделась на вас, дедушка Мороз, произнесла Маша и отвернулась к стенке. Цок, 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 снова услышала девочка, не успев уснуть. Она приподнялась в кроватке, и теперь уже взгляд устремился к окну. Это оттуда исходило непонятное цоканье. Цок, 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 все настойчивее звенело замерзшее стекло. Маша вылезла из кровати и по холодному полу босиком добежала до окна. Маленький воробушек стучал клювом по окошку. Ему холодно, подумала Маша и потянулась к оконной ручке. Ой, нет. Мама предупреждала, что открывать окна нельзя. Девочка загрустила. Но воробушек продолжал биться в заиндевелое стекло. Сейчас Маша накинула на себя теплую кофту, натянула заботливо сложенные на стульчики колготки, юбочку и тихонько выскользнула в коридор. Прошмыгнув мимо маминой спальни, она подошла к гардеробной, сняла с вешалки пальто и шапку, обула сапожки, отворила дверь и выбежала из квартиры. Дверь за Машей захлопнулась. Еще секунду она стояла как вкопанная, боясь сделать шаг. Но мысль о замерзающей птице снова придала смелости. Маша кинулась вниз по лестнице и выбежала на улицу. Во дворе уже никого не было, и только разбросанная повсюду мишура напоминала о прошедшей новогодней ночи. Опять придется дяде Коле весь день метлой махать, каким-то не своим голосом проворчала Маша и побежала к окнам. «Птичка, что же ты стучишь? Ты же Настю с Лизой разбудишь. Испугаются, будут плакать. Нам с мамой их потом успокаивать придется», — пожурила девочка испуганного воробья. Но он почему-то все равно не улетал. Воробей пристально смотрел на Машу и вдруг произнес «Дедушка Мороз попал в беду». Маша отпрыгнула. «Ты умеешь говорить? Все звери и птицы разговаривают раз в году, в новогоднюю ночь. Ты что не знала? Вас этому в школе не учат, что ли?» Усмехнулся воробей. «Нет», — ответила Маша, — «мы такого еще не проходили. Я только в три класс перешла». «А-а, ну да. Про это в четвертом рассказывают», — серьезно произнес воробей. «А чего это ты стучал в мое окно?» Вдруг вспомнила Маша. «Мне нужна твоя помощь». Дедушка Мороз попал в беду. Его сани застряли в сугробе. Ночь заканчивается, а он так и не привез детям подарки. Три мешка осталось. Нужно помочь ему выбраться. «А почему ты прилетел ко мне?» Маша все еще не верила в происходящее. «Санька с третьего этажа. Вон, сильнее меня и лопатка у него больше. Саньки дома нет, он с родителями к бабушке на Новый год уехал». «А-а, ну да». Он говорил. «Ну чего же мы тогда ждем? Показывай, где дедушка Мороз», — скомандовала девочка. Воробей взлетел в небо, и Маша чуть было не потеряла его. Не отставай, нам не дал. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.